Добрый день! У нас в студии Леон Мазин и мы продолжаем рассуждать о вопросах, касающихся мессианского течения и веры в Ешо. Но в прошлый раз мы чуть-чуть коснулись вопроса геюра, так, к краям. Я знаю, многие люди, особенно в странах СНГ, популярно для них вот пройти геюр и тем самым приехать в Израиль, стать частью Израиля. А вообще есть в этом библейский смысл? И если даже и есть, то вот сегодня люди многие в Израиле проходят этот геюр. Надо ли там отрекаться от Ешо, например? Вопрос непростой. Наверняка в древнем мире были эти элементы, и это было еще с Дни Авраама. Мы читаем, что когда Авраам пошел воевать с пятью царями, то вдруг с ним идет большая группа людей, которые принадлежат его хамуле. То есть они не были там просто батраками или кем-то. И даже в Торе написано, и вышел Авраам и сын Лот его из Харана с приобретенными, или тем, кто были частью их. То есть люди, которые пошли за ними не только ради денег Авраама, но и по идеологическим убеждениям. И они, по всей видимости, стали частью. Когда народ Израиля выходит из Египта, в исходе в одном месте написано, что и было их 600 тысяч человек, и Эрев Рав, и там. То есть было огромное количество иноплеменников. Кстати, поэтому Эрев Раву в еврейской истории есть целый ряд взаимных обвинений, и друг друга разные группы называли Эрев Рав, предатели, или все. Но идея была, что вот эти вышедшие должны стать частью народа Израиля, раствориться в нем. То есть они не были рождены евреями, ни по папе, ни по маме, но они хотели, их влек Господь Бог. Мы знаем, что во времена Эсфирь, Эстер, когда Господь Бог совершил чудо, и в Вавилоне не произошла резня евреев, но наоборот, Мардыхай восторжествовал над Аманом, написано в конце, и многие из народов, живущих там, в Вавилонской империи, выбрали для себя стать частью Израиля. Как они это делали? Ну, у нас нету много данных. Новый Завет рассказывает о празелитах, которые любящих Бога, их называют, помните, Павел был там в Эфисе, в Колоссах, и он говорил в синагогах, а потом его брали любящие Бога, то есть из язычников, которые там жили, но которые были очень близки. Какие там были нюансы перехода из язычества в иудаизм, у нас нету. То есть никакого канонного существа? Нет, тогда, по крайней мере, если кто-то говорит, вот это было так, это просто интерпретация. Нету никаких письменных документов, исторических документов, как человек из нееврейства переходил в еврейство. Ну, а на чем тогда основывают современные идеи? Он основан на постановлениях одной из веток иудаизма, иудаизма, а именно фарисейской ветки, которая оказалась более живучей в определенный период времени, когда они, пользуясь определенными манипуляциями, в том числе и политическими, отстранили, убрали в сторону и предали забвению. Сейчас эти вещи вскрываются в Иерусалимском университете на кафедре Микра, разговаривают на эту тему, много лекций есть. И тогда вот эта вот фарисейская группа изменила календарь, внесла дополнительные разные уставы, сделали очень мудрую, мощную работу, закрыв входы. Но в древние дни, даже, ну, как бы не в такие древние, как Танах или Новый Завет, но все равно там был вход для неевреев. И человек, рожденный от отца еврея и матери нееврея, тоже считался евреем, как в бывшем Советском Союзе. Но мы знаем, что примерно столько-то лет назад, когда насилие над еврейским народом было очень сильным, и многие женщины, будучи изнасиловыми, рождали детей, которых не хотели называть мамзерами, то есть незаконно рожденными и прожденными, то ввели так называемое еврейство по матери. Ну, то есть это вот... То есть это опять эти небиблейские вещи. Нет, это небиблейское. Было место это сделать. Было место это сделать. Не думаю, что сегодня правильно этого держаться. Но кто я такой, что я могу изменить какие-то законы? Думаю, что приобщение к Израилю для тех, кто реально этого хочет, должно быть намного более простым. И оно не должно касаться вещей, против которых не стоит Танах. То есть не еврей, который верует, мы уже говорили на предыдущих ответах, в Будду, но ему очень захотелось уехать с солнечного Таджикистана в Израиль. А он буддист, или я еще не знаю, кто он там. И он делает какой-то акт геюра ортодоксального. В Израиле сегодня признается только ортодоксальный геюр. Остальные как бы почти не принимаются никак. И вдруг вот он на тебе. Ну, понятно, такие вещи должны отсекаться. Это очень сложно сделать, чисто технически. Поэтому все эти препоны строятся. Но на самом деле, если ты можешь проверить, что человек искренне хочет присоединиться к Израилю, я считаю, что нет никаких оснований препятствовать. Это очень напоминает детей, которые родители хотели привезти к Ишуа, а ученики не пускали Ишуа. И он сказал, не запрещайте детям приходить ко мне. Другое место Писания говорит, и вознесясь привлеку многих. Это не значит, что все должны стать евреями. Если все станут евреями, то в этом турецком фильме, в громадном сериале, как его называли, Сулейман Султан, Султан Сулейман сказал, посмотрите, грядка красива, когда на ней разные цветы. То же самое Новый Завет говорит. У каждого народа есть свое призвание. В деяниях апостолов Павел говорит, от одной плоти и крови Бог сотворил все народы земли, чтобы каждый искал Бога, не найдет ли его, не прославит ли его, не послужит ли ему тем или другим образом. Поэтому у кого есть, это опять-таки буквально мизер в общих масштабах. Кто хочет стать евреем, должна быть какая-то дверь. Как если кто-то хочет стать каким-то другим народом, тоже есть возможность к этому. Но надо ценить свое собственное происхождение и в своем собственном происхождении искать Господа Бога, не оставлять то, что называется любви к Израилю. И Фраим Калиш недавно истолковал, очень интересно, что первая любовь – это взаимодействие неевреев и их любовь к еврейскому народу. Именно в этом формате он истолковал. Мне очень понравилось это толкование. Но у каждого народа есть свое призвание. И очень важно быть самими собой. Ну а вот те евреи, которые здесь принимают ГИЛ, их заставляют при этом отрекаться от веры в Ишуа? Я думаю, это очень индивидуально. Это очень индивидуально. И, наверное, их провоцирует подобным вопросом. И я бы здесь сказал, что я бы не дал себя спровоцировать этим вопросом, отрекаясь Ишуа. Все-таки есть очень ясное заявление в Писании. «Кто отречется меня, того я отрекусь перед моим отцом и его ангелами небесными». Ну то есть, есть определенная цена всему этому, и нам нужно быть очень мудрыми. Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok